С чего начинается настоящий горный мед? Герои нашего следующего сюжета убеждены, главное в пчеловодстве – любовь к сладкому делу. Семья Магомедовых из селения Кищада Хадаевского района занимается пасекой уже 25 лет. Каждый член семьи и стар, и млад приобщается к производству меда. На просторах горной пасеки побывала наш корреспондент Луиза Раджабова. Она и расскажет, какой он настоящий и полезный мед. Их пчел надо так стряхивать. Вот, что остается, можно травку или мурат. А, я иду. Вот так. Так, раз. Патимат уже давно не боится пчел и всегда готова помочь своему мужу. Для семьи Сулейбана выражение «трудиться как пчела» известно не понаслышке. Здесь работают все. Уже 25 лет золотое лакомство – их основной доход. Сейчас в хозяйстве семь участков, в каждом по 25 ульев. Чтобы собранный мед был особенно вкусным и полезным, пасечники прилагают все усилия. Муж делает, ящики делает, рамки делает. А я помогаю ему, когда рамки делаю, вот эту проволочку надо ставить, рамки вот эту ставлю. Вот на святку. Всегда, это когда мы отгоняем, уже много работы бывает. Она помогает, вот маленькая розья тоже помогает. Она в прошлом году хорошо продала мед. Чтобы избежать лишних укусов, пчеловоды пользуются дымовушкой. Она усыпляет бдительность пчел во время работы с ульями. Пчелы думают, что когда дым, пожар вообще, типа у них инстинкт. На пожар они забирают зубик, мед. И как-то успокаивают. Они уже, им трудно кусаться. Цветочная разнотравья в горах отлично подходит для этих насекомых. Ароматы растений их привлекают больше, чем яркий цвет. Какие цветы особенно любимы семейными пчелами, знает младшая дочь семьи Магомедовых – розеят. В основном пчелы собирают пыльцу с лекарственных растений. Здесь у нас зверобой, чабрец, два вида шалфея, репешок. И они все очень целебны. Бывает еще очень много трав, которых у нас нет в букете. Вообще наш мед, он собран из очень ценного букета. Пчел держать – это вам не на печи лежать. Здесь около тысячи пчел. Все они встречают меня неодобрительным жужжанием. Они производят уникальный продукт – мед. Он такой же полезный, как и вкусный. Приносят пользу не только мед, но и сами пчелы. Их применяют в лечении. Для этого нужно поймать на цветке пчелу, взять за крылья и посадить на больное место. Реуматизм, что-то болит вообще. У меня дома тоже есть несколько маленьких пчел. Я на него ставлю на больное место, вот пчел вот так беру. Сейчас вообще поставить сюда, он укусит. Вот, сейчас это вытащило жало вместе с жальным аппаратом. Эта пчела уже умрет. Откачивать мед лучше всего вдвоем. С помощью пасечного ножа один человек занимается распечаткой сот, второй следит за медогонкой. Кроме воска в этой пленке, в забросе, есть еще прополис, есть еще пыльца. Именно поэтому она очень полезна. Ее очень полезно сживать при простудных заболеваниях, при разных ядрочках во рту, при ангинах и так далее. Горный мед семьи Магомедовых пользуется популярностью не только в Дагестане. Заказы поступают из Казахстана, Эстонии и Москвы. Сладкий мед, как никакой другой продукт, рождается из любви. Из уважения к природе, трудолюбию и особенного контакта между человеком и пчелой. Луиза Раджабова, Магомед Магомедов. Новости ННТ. Кища.